о Боге, о вечности, о душе, что ждет человека после смерти. Говорить о Боге, о вечности, о душе, какая участь человека ждет после смерти. Мы пришли сюда с законом Божьим. И поговорить о вечности, о душе, что ждет человека после смерти, Что говорит Бог нам в Своем откровении? Что есть Бог? Господь есть Творец Всемышний, незримый, невидимый, все наполняющий Собою, сотворивший мир и нас с вами. Который на землю отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии и умер за грехи всех людей, и воскрес третий день. Что есть вера в Бога? Мы имеем надежду на то, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Как здоровье, отец? Я отвечаю, что если человек живет по заповедям Божьим, а они предусматривают не только будущую жизнь, но и эту жизнь, жить здоровым. Мне 81 год. Я еще ни одной таблетки не съел. Хотя все время работаю на самых тяжелых работах. За слово Божие прошел пять тюрьм и лагерь. Почему? Бог меня хранит. И вы, если зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите, что такого канала нет больше нигде. 19 тысяч 700 роликов наших только. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А где это будет? Алтайский край. Она не будет, она уже есть. Вот Бог мне положил на сердце истребить слово проблемой. И я его заменил другими словами. Называю так. Нерешенный вопрос. Вот конкретно. У нас в стране погублено 31 тысяча сел. Государство, образующие структуры. Так что никакие новые законы, ничего не сделают, пока люди не пробудятся. Мы получили землю, зарегистрировали в краевом отделе юстиции и начали строить деревню. Сами построили храм, школу государственную, дороги за свой счет. Разводим скотину, там поля, урожай собираем, продаем. Вот как состоит дело. И потом не надо этой проблемы, решать вопрос. Мы решили, давайте еще миллионы человек. И государство двинется вперед. Другой вопрос. А вы знаете, выступал министр внутренних дел Нургалеев и сказал, в стране три с лишним миллиона беспризорников. Вот проблема. Я участвую на одном конгрессе интеллигенции. Там была лариант Нобелевская премия Жарес Алферов. И говорят, плохо, что нет сейчас объединяющей идеи. Раньше было, пролетарицы всех стран соединяйтесь. Я поднял руку и говорю, она есть. Но вы это, конечно, можете сказать. А вы ее опробировали? Я говорю, да. 45 лет я ее проверяю. А что такое? Мне Бог положил на сердце создать детский православный лагерь. И я фактически, 45 лет его начальник, еще три в ином формате. 48 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. И ни рубля государства не дало. У нас главный лозунг. Россия должна встать. Дети скандируют. Россия – это мы. Вот и вопрос решается. А вот, а вы знаете, народ совершенно не образованный. Что, проблема? Нерешенный вопрос. Я иду одновременно, веду занятия в пяти университетах, 13 школ, 5 отделов милиции, городское и краевое. Все воинские части, заводы, фабрики, три радиопрограммы регулярно. По телевидению и по радио. Вот и вопрос решается. Давайте делать. Давайте двигаться вперед. Можно вопрос? Можно. Как прийти человеку к вере, если он немного усомнился вообще во всем? Ну, написано так. Сомневающийся, подобен морской волне. Ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-то. Я вот по Евангелию в 23 года после армии пришел. Хотя с детства был верующий. Но мать заложила крепко, что нельзя танцевать, нельзя в пионеру вступать, нельзя воровать, курить, материться и с женщинами дело иметь. То, что мозги съедает. И меня Бог сохранил. В 23 года впервые в руки Бог дал мне эту книгу. А в это время говорит, ну у вас что-то плохое было, вам трудно было. Поговорить о душе, о Боге, о вечности, что ждет человека после смерти. Что об этом говорит закон Божий. Перерождение. Что на землю сходил Сын Божий Иисус Христос и умер за грехи людей. И в третий день воскрес. Вы это знаете? Дедушка, я это все читал. Мне больше интересно денег заработать и семью прокормить, чем вот эти все. Будет мне лет 90, мне будет интересно Бог. Пока что мне нужно. Вы чем-то недовольны? Чего? Ну вы знаете, что человек умрет. И потом жизнь его не кончается, только начинается за гробом. Ну вот, в космосе будут там... Ну а как спастись, когда уже жизнь-то испорченная? Прячутся-то преступники только. Мы же отчестные люди. Прячутся от элементов, чтобы не платить, а по чужим бабам лазить. Я знаю, для чего тут прячутся. Занимаются анонизмом, всякой мерзостью. Я вам расскажу о Боге, о вечности. Для чего человек живет. У вас вопросы будут? Поговорим. Опустите голову вниз. Что у вас там написано, это непонятно. Like no other. Что-то вроде любить другого, не любить другого. Что-то сморшилось, не видно. Там не лайф, а лайк, кажется, подобное. Так. Ну ладно, не в этом дело. Если вы желаете о Боге услышать, о вечности, но хоть не христианин вы... Ну кто вы там, мусульманин? Пожалуйста. Я вам буду отвечать по мусульманским книгам. Пожалуйста, вопрос. Ну только вы опустите лицо, чтобы я разговаривал, знал с кем. Я же вас не обидел, ничего. Я могу вам сказать, что у меня есть YouTube. Да, так и написано. Написано в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Вы меня называете, говорит, Господом, я тот и есть. Прямо отвечает так. Так. Иисус сам. И кроме того, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было слово с большой буквы. Слово было у Бога, и слово было Бог. И Он пришел во плоти и показал себя ангелом. Второе Тимопееве послание. Определенно и четко. Бог явился во плоти, показал себя ангелом. Проповедом в народах, вознесся во славе. Он есть Сын Божий. Второе лицо Троицы, воплотившись через Деву Марию. О нем предсказано было за 700 лет у пророка Исаия, 53 глава. Что Он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наши. Ранами Его мы исцелились. И вдруг, а Он не умирал. Больше всего воскресенье из мертвых боится Сатана. Он воскрес на третий день из мертвых. Вот через два дня будет день воскресенье. Идет 2020 год. Отчего? От рождения Иисуса Христа. Имена наши все. Все пропитано христианством. И 2 миллиарда 200 миллионов сегодня признают Его за Бога. Я не просто читал. У меня вышло из печати 38 томов книг. И один том посвящен Корану. Я это имя не произносил бы, но вы спросили поэтому. Я делаю сравнение каждой суры и аята с главами и стихами. Говорят, да у нас тут расхождений нету. Расхождение 5216. Ну, я не знаю. Ваша книга говорит их так. Пусть говорит. Я верю по своей книге. Если вы будете смотреть 5 сура, 5 сура 47, 66, 68, 117 аяты. Там говорится, мы христиане называемся в этой суре аятах. Люди Писания. А это в 7 веке написано. Ваш предводитель умер в 632 году от Рождества Христова. Поэтому Писания никакого не было, кроме Библии. И там написано, вам Всевышний дал инжил. Инжил, то есть Евангелие. Вот вы по нему и поступаете. То есть не убивайте никого. А мы не воюем. У нас этого нету. Я говорю, там написано. Я это не просто книгу считаю. Я любому из мусульман могу показать. Определенно. Они не знают совсем. Ни один не считал. 2500 человек и ни один не считал. Там написано, мы люди Писания. А Писания никакого не было, кроме Библии. И что нам Всевышний дал, говорит, по нему и живите. Вот что написано. То есть не нарушайте. И тогда у нас мир и любовь будет. А мы не нарушаем. Строим православную деревню. У нас не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Все женщины одеты, как в хиджабе. Два платка. Платье до полу. Такие красавицы. Вы зайдите на наш YouTube-канал. Посмотрите. У вас, говорят, главное, когда разговариваешь с еретиками, бьются за одну букву. А это пришли, а ничего не было, не воскресал. Ну, такого еще не было никогда. Бывает, там буквы изменят. А то все, пришел на 600 лет позже, и вы умирали. 475 тысяч казненных за христианство. А он не умирал. Первые евреи говорили, его украли, не воскрес. Но они не говорили, что он не умер, потому что они убили его. А это через 600 столетий, говорят. Написано, люди, Писание. Как доказать? А, ну, тогда было другое. Кто его изменил, когда? Назовите. Ни один богослов у мусульман сказать не может. Почему? Потому что сатанинская ложь. А ложь от дьявола. Вашу книгу я не трогаю. Еще раз говорю. Вот она лежит. Я назвал Сура Аяту, больше ничего не говорю. Я не поминаю слово Аллах, Коран, Мухаммад. Для меня табу. Зачем? Это ваша святость. Я живу по Библии. И когда мы поехали в миссионерскую поездку, в Баку мы ночевали в доме Муллы. В Баку. Я повторяю еще раз. Я впервые узнал, какие люди у них образованные. Мулла разговаривает на шести языках, а жена на четырех. У нас в православии я никого таких не встречал пока. Очень высокий уровень образования. Вот. Но спасителя у них нету. Спаситель Христос умер за грехи людей не баран. Он, агнец Божий. Тогда по-другому было. А когда по-другому? Когда было не по-другому? Вот по-другому. В какой момент стало? Еще бы раз стало, когда Евангелие переведено на все языки мира. И во всем мире бы сказали, давайте будем делать по-другому. Ну, глупее ничего нельзя придумать. Каждое слово, Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Знаете что? Я когда с мусульманами разговариваю, я говорю, что самое у вас главное? А они не знают. Я говорю, намаз пятикратный. Самое главное. А у нас девятикратный. Девять раз молимся. И после каждой молитвы сто поклонов. Но это наша община только. Остальные это и не знают. Спрашивают меня, а вы свинину не едите? Я говорю, мы вообще мясо не едим никакое. А алкоголь? У нас в комнате даже не бывает ни пиво, ни брашка. Ни водка, ни вино. Это мы, но у нас таких немного. И у нас с мусульманами здесь, в Барнауле, самые хорошие отношения, как будто одна семья. У нас никакой вражды нету, ничего. Я проехал шесть мусульманских республик и Турцию. Знаете, я вот вопрос задаю им такой. Вот послушайте только, вы сразу внезапно падаете, вас нету. Не бойтесь. Вот разговариваем с ними. Я говорю, скажите, у нас в Библии написано Соломон, а у вас Сулейман, это один и тот же? Они говорят, да, один. Это все одинаково. Запомните, один и тот же персонаж. Дальше. У нас написано Авраам, у вас Айбрагим. Это один и тот же? Конечно. Я говорю, у нас Давыд царь, а у вас Давут. Это один и тот же? Один и тот же. Дальше вопрос. У нас в Библии, святой, три книги Соломона. Почему у вас ни одного предложения нету? Если вы его признали, такие мудрые книги, ну, больше брать-то некуда. У нас тут Ветхий Завет, весь от евреев, до одной буквы. Здесь ничего нету. В этой книге от Соломона нету ни одной фразы из Библии. Почему? Второе. Почему от Авраама нету ни одной фразы? Я вопросы задаю. Почему? Если вы его признаете, Абрагам одно и то же. Знаете, значит, я пошел. Так, я могу вам сказать, минутку, подожди, сейчас, я сейчас расстанусь. Я сейчас. Я вижу, считаю. Я сейчас вам скажу немножко. Если у вас будет желание встретиться, по-хорошему, в Скайпе, Скайп, такая есть система, Игнатий Лапкин. А если зайдете во Свете Библии, Игнатий Лапкин, это я, Игнатий Лапкин, вы там найдете наш Ютуб. 19 800 роликов наших. Мы строим православную деревню. Вы найдете ответ на все. У меня вот в сайте, в сайте, Игнатий, и сайт. Там отдельно тема мусульманства. Я отвечаю на... Я в пяти университетах вел занятия, там мусульмане сидят. Я отвечал на 130 вопросов, к примеру сказать. Евреям отвечаю на 176 вопросов. Согласно Библии. Храни вас Господь. Жаль, что вы не опустились здесь. Всего хорошего. Да благословит вас Бог и родственников ваших. Жить для Бога. Храни Господь.